Я тоже хотел бы поддержать работу Федеральной миграционной службы и отметить вслед за коллегами особое важное значение этой программы. Министерство иностранных дел тесно координируется с ФМС по понятным причинам. И вот в связи с тем, что сейчас сказал Игорь Иванович, хочу отметить, что программа в своем названии содержит слово «добровольно», содействие добровольному переселению. И мне, по крайней мере, неизвестны случаи, когда либо наши загранучреждения, либо представители ФМС как бы заманивали людей участвовать в этой программе. Поэтому мне представляется важным подтвердить ее добровольный характер, который полностью соответствует международному праву, где, как и в нашей Конституции, записано право выбора места жительства. Ну а в остальном я поддерживаю еще то, что Игорь Иванович сказал о необходимости привлечь внимание губернаторов, руководителей регионов к тому, чтобы больше оказывать внимание этим людям на первых порах. Ну и, конечно, те наши регионы, которые взяли на себя основную часть беженцев и переехавших с Украины, тоже заслуживают самых высоких слов благодарности. Могу сказать не совсем по этой теме, но то, что касается украинцев, которые переехали, скажем, в ту же Ростовскую область, которые пока еще не решили, будут ли они просить о каком-то статусе и находятся в местах, в пунктах временного проживания. Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечают образцовую организацию этой работы. Поэтому, мне кажется, это тоже нужно поставить в заслугу ФМС. Спасибо. Спасибо.